По обоим опросам главным неудачником является Серафим Урикан и его альянс Молдова-Ноастра. Оба исследования указывают на то, что данное политформирование имеет весьма высокие шансы утратить статус парламентского, то есть может не преодолеть избирательный барьер. Что-то такое Аманеза собой, безусловно, чувствовал и чувствует. Не случайно именно из рядов этой партии прозвучала инициатива о возвращении к практике избирательных блоков. Серафим Урикан на просьбу прокомментировать результаты опроса вполне полысенковски, назвал социологию лженаукой, записал Джорджа Сороса в Компартию, а также посоветовал этому американскому миллиардеру, насаждающему западную демократию во всем мире, насаждать что-нибудь другое, да хоть чеснок. Нет, я хочу сказать, что это... Они молодцы, они как служили, так и служат режиму. Когда-то, ну ясно какому, товарищу Воронину и его компании. Потому что... И когда-то господин Чеботару из этой конторы вот объяснял людям, что это наука. Я как человек, имеющий определенное отношение к науке, со всей ответственностью заявляю, что это полный бред. Пустая трата денег, это сотни тысяч лей. Я хочу сказать, что лучше бы на вот этот красный бред, они им не тратили деньги, а купили бы маски или завезли бы чеснок, вот и раздавали студентам, школьникам бесплатно. Потому что вот эта пища, которая... Они их кормят, вот этой дезинформацией, к сожалению, на деньги товарища Сороса. Вот, это очень интересно. Это очень интересно, но что-то путает Серафим Урикян. Сейчас у нас режим не Воронина, а в том числе и самого Урикяна. Социологи, конечно, не называют Урикяна лжеполитиком и не советуют ему сажать или грызть чеснок. Они для этого слишком политкорректны. Но причины весьма вероятного провала Альянса Молдова-Настер на грядущих выборах формулируют достаточно внятно и убедительно. АМН к этому шел долго и уверенно. Упал рейтинг партии Урикяна. Ну, это все говорили всегда, что это партия Альянса Молдова-Настер на самом деле. И не партия вовсе, да, доктринарно, она непонятно где находится. И, скорее всего, она в следующий паре не пройдет. Пройдет или не пройдет АМН в будущий парламент, он, по большому счету, не столь уж и принципиально. Важно другое. Опросы показали, что в сложившихся на сегодняшний день политических условиях для партии коммунистов принять участие в выборах президента и проголосовать за Марианну Лупу, это значит пойти не просто против собственного электората, а против подавляющей части общества, которое в массе своей не верит в способность нынешнего правящего Альянса адекватно управлять страной. И этого коммунисты себе точно позволить не могут. Экспертное сообщество, привыкшее выступать в роли своеобразных миротворцев, постепенно склоняется к мысли о неизбежности досрочных парламентских выборов. Кто-то из аналитиков считает, что для этой роли не подходит лично Марианну Лупу, кто-то предпочитает говорить о принципальной невозможности для коммунистов голосовать за кандидатуру правого Альянса, кто-то, указывая на шаткость и неустойчивость правящей коалиции, убежден, что досрочные парламентские выборы наконец-то внесут ясность в расклад политических сил в Молдове. А это уже немало. Считается, что любые выборы – беда для страны, с этим сложно спорить. Вместе с тем, социологический опрос показывает, что в данной ситуации население Молдовы вовсе не против досрочных выборов и готово принять в них участие. Во всяком случае, число неопределившихся избирателей упало до рекордно низкой отметки в 20%. Высока готовность участвовать, прийти, участвовать, проголосовать за ту или иную партию в случае досрочных парламентских выборов, если они пройдут в течение ближайшего года. Если интрига на новых выборах будет, то они пойдут. Некоторые политологи указывают на то, что невозможность голосования за кандидатуру президента от либерального альянса обусловлена личностью самого кандидата. Характерно, что это сделал, в частности, Виктор Гуреу, в прошлом один из лидеров Народного фронта. Ошибки очень стратегические. Во-первых, как я уже отметил в своем выступлении, в том, как позиционировал себя господин Лупов. Потому что его состояние, эмоциональное состояние после выборов о том, что он может стать президентом, мне кажется, его немножко затмило разум, политический разум. Если учесть то, что в предвыборной кампании господин Луп ушел с лозунгом «Остановить политическую войну», то, конечно, это сразу после экзит Пола он примкнул к одной из этих баррикад. А эта баррикада как раз является, будем так говорить, оппонентом, политической оппонентом той политической структуры, в которой он участвовал 5 апреля. Почувствовав, что тот спектр политический не даст ему с карьерной точки зрения то, что он себе желает, а именно президентский пост, он, конечно, быстро перешел в оппозицию своей бывшей партии. Конечно, это стратегическая ошибка. Эксперты не могли не обратить внимания и на то, что добиваясь голосов от коммунистов, правые в своей повседневной практике полностью игнорируют мнение ПКРМ. Парламентское большинство не приняло во внимание коммунистов при выборе структур власти. Не брать во внимание парламентскую группу с 48 мандатами, это, конечно, грубейшая ошибка. Если партия коммунистов в 2005 году, еще раз повторю, формально, больше для пиара, больше для, скажем так, пускания пыли в глаза, но все-таки отдала конструктивные оппозиции ЦИК, счетную палату, некий контрольный пакет в Координационном совете по аудиовизуалу, то Альянс по этому поводу просто-напросто предлагает одну функцию Вице-Спитера. Ни больше, ни меньше. Голосовать за Марьяна Лупу коммунистам тем более бессмысленно, что, как уверены весьма неласковые с ПКРМ-эксперты, внутри Альянса у президента Лупу самого немало противников. В экспертном сообществе Молдовы существует мнение, что уже не все компоненты Альянса в одинаковой степени заинтересованы в том, чтобы проголосовать за Марьяна Лупу в качестве президента. Об этом, правда, открыто не говорится. Повторяю, это мнение существует в экспертном сообществе. Но пока что в декларациях Альянс за европейскую интеграцию выступает как единое целое. Парадокс заключается в том, что избрание Лупу вовсе не сделает власть стабильной. Больше того, это, учитывая многочисленные противоречия внутри коалиции, может уже в ближайшем будущем привести к серьезному конфликту между ветвями власти. Не помню за время независимости Молдовы пример, когда какой-либо альянс или коалиция долго выдерживали испытания властью и выдерживали эти противоречия. Все практически коалиции и альянсы распадались. Вопрос лишь только времени. Сами члены альянса не слишком желают избрания Марианна Лупу президентом, потому что, мне кажется, те идеологические разногласия, которые существуют, и они были озвучены как по предмету истории, как по другим вопросам, которые были противоположны друг друга, исключающие такие позиции, они могут возникнуть впоследствии в виде борьбы между компонентами альянса. И, конечно, если говорить на сегодняшний день между компонентами альянса, может перевестись после избрания Мариана Лупу президентом между ветвями власти, между президентской властью и исполнительской властью. Многие эксперты повторяют точку зрения, согласно которой для коммунистов избрать Лупу, значит, узаконить и Михаил Гимбу как такового, и неизбежно антисоциальную политику действующего правительства. То есть, это проблема не личности, а принципов. Вопрос в принципах, вопрос в том, что компромисс, который был предложен в самом начале, те пять принципов сформулированные, они были отвергнуты. Поэтому вопрос о личности их должен быть просто снят. Партия коммунистов не может взять на себя ответственность, перед своими избирателями, за ту политику, которая будет производить фактически либерально-демократическая партия, освещать ее законодательно будет Лупу и господин Гимбу, а коммунисты будут как будто бы, так сказать, болельщиками за это. Эксперты из Приднестровья называют нынешнюю конфигурацию власти в Кишиневе подарком для терраспольского режима. О перспективах приднестровского урегулирования сегодня речи в принципе не идет. И это еще одна веская причина, по которой ПКРМ, сделавшее для продвижения процесса реинтеграции очень много, не голосовать за кандидатуру Альянса. Я думаю, однозначно никаких результатов не будет и не может быть. Хотя бы потому, что совершенно четко надо понимать, терраспольская власть не будет разговаривать с правой властью в Кишиневе. А если и будет, то только в отношении рабочих групп по ремонту мостов, сотрудничеству в сфере здравоохранения и так далее. То, что случилось, это большой подарок для Приднестровья. И, конечно же, можно четко утверждать, что никаких политических договоренностей, тем более в форме уступок, сейчас не будет. Постепенно в экспертном сообществе возревает идея о том, что досрочные парламентские выборы не только неизбежны, но и выгодны, причем не столько партий коммунистов, сколько всему обществу. После того, как власть попала в руки права либерального альянса, сейчас выбор может быть между плохим и очень плохим. Значит, досрочные выборы, на мой взгляд, это не самый плохой вариант.